Здравствуйте, друзья! Сегодня с нами Ольга, которая 11 лет назад переехала в США и сегодня расскажет нам свою историю эмиграции, познакомит нас с данной страной. Здравствуй, Ольга! Скажи, пожалуйста, почему ты переехала и по какой программе ты переехала? Я по программе обмен студентов Work and Travel. Это когда ты едешь. Три месяца ты работаешь официально и потом один месяц путешествуешь. Я поехала после четвертого курса в университете и потом после того, как я сделала эту программу, я вернулась назад, закончила институт и поехала по такой же программе еще раз. И уже осталась насовсем. Да, потом я где-то путешествовала, работала, и потом я встретила своего будущего мужа. Мы поженились, и я осталась в Америке. Для меня процесс был легкий. Мы жили на Гавайях. На Гавайях мой муж был военным, и там быстрее намного процесс для военных. То есть я все документы подавала сама на гринкарту, на то, чтобы получить вид на жительство. Не знаю, просто почитала, посмотрела, сама определилась. Нужно было не нанимать ни адвоката, никого. То есть без какой-либо помощи ты сама справилась. Супер. Небо и земля. Здесь все рассчитано на сервис, чтобы все как бы для людей, да, то есть если человек тебе не нравится, ты все равно должен ему улыбаться. И, ну, то есть всегда, всегда быть, все рассчитано на сервис. И я работаю как бы в отделе кадров. Люди приходят, все время жалуются, там какие-то проблемы, и ты все равно всегда должен улыбаться, быть положительным. Да, то есть там они на тебя кричат, ты все равно должен оставаться позитивным. То есть потому что это очень... Все-таки в Америке тоже умеют кричать, да? Тоже ругаются. Ну да, если что, зарплата или еще что, с чем-нибудь. Да. До этого я жила в Гавайях шесть лет, и потом после Гавайев я жила в Калифорнии, в Сан-Диего, и потом уже переехали в Феникс, Аризон. А где лучше всего? На Гавайях. Все зависит от того, какой у тебя язык и какое у тебя образование. То есть у меня, когда я только приехала, языка практически не было. У меня был британский акцент, как у нас учат в России. То есть это вообще было неактуально абсолютно здесь. То есть я не знала язык, когда приехала. Потом я уже отучилась в институте здесь, получила... У меня два образования в Америке. Когда у тебя есть образование и язык, то, в принципе, работу можно найти без проблем. Ты сама выучила язык или, допустим, поступила в языковую школу? Сама выучила. Какой период времени тебе понадобился? Может быть, года два, наверное, смотрела фильмы на английском с субтитрами. Потом муж-американец на работе. То есть везде по-английски. Почему я выучила быстро? Потому что погружение было полное. Ассимиляция твоя русская музыка не было вообще. Только когда звонила родным по скайпу. В начале, когда я приехала первый раз, да, у меня бы, конечно, были розовые очки. Все было прекрасно, замечательно. Культурный шок, да. Ты находишься в процессе как медовый месяц, да. То есть все хорошо, все замечательно. А потом как бы реальность наступает, когда начинаешь платить студенческий кредит. Или когда нужно идти в больницу, или делать зубы, или учиться. То есть все очень дорого. Как бы и уровень жизни другой, зарплаты больше. Но все равно образование, медицина, зубы, это очень дорого. То есть я даже, чтобы эти зубы, еду в Россию в гости. Или если по врачам ходить, если много. Страховка не покрывает донсистов, да. Покрывает, но если нужен какой-то там имплант, или еще какие-то коронки, или что-то серьезное, то не в России. Потому что можно квартиру купить за эти деньги в России, что здесь потратишь на зубы. Ничего себе. Вот давай остановимся на этой теме чуть подробнее. Вот уровень доходов сопоставим с уровнем расходов в Америке? Я не могу сказать полностью за всю Америку. Как бы в Аризоне мне хватает. На Гавайях все было очень дорого. Все на Гавайях рассчитано на туристов и на военных. Там очень много баз военных. И они как бы, ну, все построено на туризме и на военных. Поэтому все очень дорого на Гавайях. Три раза дороже, чем в остальной Америке. Потому что это остров. Все присылают как бы туда, там все очень дорого. Калифорния тоже очень дорогая. Сан-Диего, Лос-Анджелес. Очень практически такие же цены, как на Гавайях. Нью-Йорк очень дорогой. Аризона более-менее. Но сейчас повышаются цены на недвижимость. То есть, когда я приехала сюда пять лет назад, в Аризону, я могла купить дом. Четырехкомнатный дом с тремя ваннами. Огромный дом, например, за 250 тысяч долларов. Сейчас такой же дом стоит уже 450. То есть, на 200 тысяч долларов повысилась цена за пять лет. Ну, очень много здесь есть, как это называется, internship, стажировка. То есть, заканчиваешь на тебя. Можно устроиться на стажировку, получить опыт. И потом тебя возьмут на хорошую работу. В Амазон есть программы специальные, где я работаю. У нас девочка закончила тоже институт. Есть специальная программа для студентов тоже. Кто-то закончил и сразу берут. То есть, разный. Скажи, пожалуйста, а вот если человек эмигрирующий, да, у него хороший уровень английского языка, но он не проходил обучение в Америке, как тяжело ему найти работу? Будет ли браться за него работодатель? Да, нужно будет начинать сначала. То есть, здесь очень любят людей, которые целеустремленные, которые пытаются, то есть, устраиваются на работу без образования и потом повышаются, да, то есть, становятся менеджерами. То есть, здесь людям дают возможность пройти какие-то курсы. Многие работы даже платят, чтобы ты получил сертификат или пошел учиться. Амазон тоже платит за обучение. То есть, очень много компаний понимают, что если они вложат, да, то есть, в работников, это как своего рода инвестиции, то есть, ты вкладываешь в работников, и они потом... Да, купится это все, да. Да, обратно. Нет. Нет, и уже не вернешься к нам уже никогда, да? Только по родным скачаю. Ну и поедать здесь тоже есть. Русский магазин, я покупаю еду здесь. С расизмом. Расизм против чернокожих, против разных наций, даже против меня. То есть, есть какие-то люди, которые не любят русских людей. Здесь идет очень сильная пропаганда, что Россия вмешивается в выборы, что Россия очень много делает всего, и поэтому здесь не любят, многие не любят русских. То есть, скажи, как обстоят дела с иммигрантами в США? Их на самом деле так много. Да, вся страна построена на иммиграции. Даже лотерея грин-карты, которая 50 тысяч грин-карт. А как коренные жители к ним все-таки относятся? Я, если честно, даже не знаю, не могу сравнить, потому что я не коренной житель. Исходя из уровня расизма, да, все-таки не очень. Сейчас, мне кажется, ко мне я как бы расизма особо против меня не замечаю, потому что у меня практически акцента нет. Поэтому они не знают, что я из России, только по имени могут. Я иногда говорю, что я из Германии, потому что я не хочу говорить, что я из России. Самый упрощенный способ иммиграции в США это все-таки работа, обучение или, может быть, бизнес? Если есть деньги, то лучше бизнес. Если нет денег, то можно сделать также work and travel такое по обмену или студенческую визу получить. Языковые курсы, да, допустим. Самое легкое — это F1 получить и легализовываться. Потом нужно будет либо просить убежище по какой-либо причине, либо нужно будет жениться, выходить замуж. Ну, смотри, человеку, который эмигрировал по F1, у него же есть возможность найти себе работодателя и податься потом на Green Card. Это очень сложно. Работодатели не любят с этим. Ну, может быть, большие компании. Я работала в горничной в отеле, когда я еще плохо разговаривала по-английски. И я постачала в номер и сказала... Что я не помню, как я сказала? Это, наверное, плохо будет звучать из меня. Shit? Shit. Да, я поняла, да, плохое слово. You need clean shit вместо fit. То есть вместо простой. Спасибо. С тобой поругались? Или ты извинилась просто сразу? Я даже не поняла, что я сказала. Да, еще отмечаешь ли ты наши русские праздники? Да, я отмечаю в основном... Ну, 9 мая для меня очень... Это мой день рождения. Я всегда отмечаю 9 мая как день рождения и день Великой Аптечественной войны. То есть для меня это очень важный праздник. Я всегда смотрю парад и стараюсь приезжать тоже на 9 мая в Москву. Какие еще праздники? Ну, 8 марта, 23 февраля отмечаю. А в Америке... А в Америке день благодарения у вас? Рождество, день благодарения. Хэллоуин отмечаю тоже. Большинство людей, они же все-таки у них недостаточно финансов, да? И они открывают себе обычные там B1, B2 и 80 долларов за интернет. Это просто ужас. Телефон 60 долларов. Да, очень дорого. Мобильная связь, Wi-Fi, да. А продукты, питание? А, ну, продукты, мне кажется, не особо дорогие, если сравнить с зарплатами. Ну, в принципе, каждый раз, когда идешь в магазин, где-то 100 долларов точно каждый раз выставляешь. Может быть, в неделю ты один живешь. Скажи, сколько нужно зарабатывать одному человеку, чтобы жить более-менее нормально, спеша? Ну, здесь очень большие налоги. Здесь, когда тебе говорят твою зарплату, когда тебе говорят твою зарплату, это не твоя будет зарплата, это до налогов и после налогов, да? То есть после налогов где-то, ну, тысяч четыре нужно хотя бы, три-четыре, чтобы платить за жилье, чтобы более сесть кредиты, какие-то машины, например, или студенческие кредиты, как у меня. То, в принципе, можно прожить. Насколько дорогое образование в США? У меня 80 тысяч долларов сейчас долг за образование, за два образования. Ну, то есть в среднем ты плачешь 40 тысяч в год, правильно? Где-то так. Я, получается, четыре года, это две магистрские степени, то есть два года каждая, четыре года, получается. Быть готовым к тому, что здесь нужно работать, работать и работать. Здесь все построено на работе, то есть очень мало отпуска. У меня всего две недели отпуска в год, оплачиваемо, остальное неоплачиваемо, если ты хочешь взять отпуск. Нет больничного, все рассчитывается на том, как ты работаешь. То есть в России, например, можно взять больничный, и тебе заплатят какие-то деньги за это. Отпуск, да, месяц, то есть здесь такого нет. Нужно сразу... А так, если человек заболел, то он просто идет на больничный, но неоплачиваемый, правильно? За свой счет. За свой счет, да. Но медицинская страховка, она все-таки покроет. Ну да, как раз. А, да, со страховкой тоже очень... Если страховки нет, то огромные просто будут платежи, там, в тысячи и тысячи долларов. Все очень дорого, в принципе. Ну и, наверное, главный еще совет, то, что нужно все-таки эмигрировать легально, потому что, если это делать нелегально, да, вы даже не то, что зубы не вылечите, а, грубо говоря, к терапевту не сходите, да. Если нет образования здесь, американского, будешь работать, как бы, в принципе, зарабатывать, но нужно будет на двух, на трех работах работать, чтобы прожить. Либо жить с несколькими людьми, делить жилье с кем-то, потому что один не проживешь. Я так понимаю, в Америке ненормированные графики работы, да, не как у нас 40 часов в неделю, там тоже 40 часов в неделю. Да, но если человек работает больше 40 в неделю, то ему платят дополнительные деньги за переработки. В этом плюс, конечно. Свою базовую стоимость умножаешь на полтора раза, это будет в час зарплату за каждый час переработки. Скажи еще какой-нибудь совет, может быть, ну, да, нужно относиться внимательно к легальному статусу, да, нужно понимать, какие расходы человек понесет. А вот так, если просто отношение к людям, допустим, к чему им нужно быть готовым? Всегда ли им помогут в сложной ситуации? Можно быть готовым к тому, что очень многие люди будут улыбаться и говорить, что все прекрасно, и ты хороший человек, а в итоге они тебя, ну, за спиной там будут обсуждать. То есть мне нравится в России то, что люди более открыты, и если человек, ты не нравишься человеку, он не будет тебе улыбаться, и он тебе скажет как есть. Я иногда за этим скучаю, то есть за прямолинейностью, открытостью, да, то есть в России нет такого, что человек будет тебе улыбаться, если он тебе, ну, если ты ему не нравишься. А здесь это как бы принято. Я знаю, что в Америке очень такая сильная, большая социальная дистанция, да, то есть они, в принципе, даже вот вместе близко не особо ходят, да. Как обстоят дела у вас с коронавирусом? Очень плохо. Здесь, в Альзоне, особенно у нас такой губернатор, что он разрешил, уже все открылись клубы, бары, люди уже ходят везде без масок. Ну, в некоторые магазины сами как бы, да, то есть маски нужно одевать, но многие места уже открывались, клубы, бары, уже люди ходят, уже всем все равно. Но многие уже вакцинировались тоже. Я уже жду свою вторую вакцину тоже уже на следующей неделе будет. То есть многие люди почувствовали себя более защищенными, и, наверное, думают, что они заболеют, раз они провакцинировались. Ольга, тебе большое спасибо за интервью, за то, что поделилась своей жизнью о США. Вот. До новых встреч. Может, еще что-нибудь снимем. Субтитры сделал DimaTorzok